Всероссийский конкурс разбили на два этапа. В рамках заучного учащиеся вузовые аспиранты России, страны СНГ и других стран присылали свои статьи в Сочинский госуниверситет. Лучшие работы публиковались в научном сборнике вуза. В целом конкурсная комиссия рассмотрела 55 заявок от студентов и аспирантов Сочинского госуниверситета и 23 работы, поступившие из других вузов страны. На учный этап были допущены 20 участников, проекты которых заняли призовые места по своему направлению. Из них шесть работ – это исследования сочинских студентов. Также отличились представители Анапы, Барнаула, Воронежа, Ижевска, Краснодара, Москвы, Перми, Пятигорска, Саранска, Севастополя, Смоленска, Уфы, Челябинска и Якутска. Именно их пригласили с 16 по 18 октября в Сочи лично представить свои методики. Достаточно актуальным и интересным является проектная деятельность студентов. И как раз этот конкурс позволил раскрыть это направление. То есть студенты представляли свои работы не просто как работа, как доклад, реферат, а именно как проектную деятельность. То есть непосредственные результаты, я надеюсь, будут внедрены и мы сможем их увидеть. Одной из лучших стала работа сочинца Кирилла Данчика. Сам активный волонтер, он решил исследовать именно эту сферу. Общаясь со студентами из других стран, нам пришла такая идея провести подобные исследования у нас и выяснить, как волонтерский опыт влияет на патриотические установки у современной молодежи. В итоге лауреаты Всероссийского конкурса были отмечены дипломами и ценными подарками. Еще одним поощрением стала обширная экскурсия по побережью и горному кластеру Сочи. Инга Габешия, Галина Моисеева, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.